Продолжение следует... ...то взрывная волна подняла дом с этой стороны. И над нашей квартирой самый больший очаг всей взрывной волны весь дом взлетел. Я помню, что я лечу, долго лечу и кричу, лечу и кричу. Злополучно, не знали, это ужасная ночь с воскресенья на понедельник. И стало это роковой ночью, которая перевернула всю нашу жизнь. Которую я потерял родителей, Царство Небесное. И хоть и говорят, что ты родился в рубашке, это твой второй день рождения, 13 сентября. Для меня это 13 сентября, конечно, тот день, та дата, которая навсегда останется достаточно темной, ужасной. Как вы сейчас, спустя 21 год, отвечаете на вопрос, что произошло в Москве в сентябре 99-го? Я почти не сомневаюсь, ну, на 99, может быть, процентов, в том, что это была операция, скажем так, условно, северо-кавказский террорист. Меня немножко смущает объяснение ее, ну, какими-то политическими задачами Басаева и других, или там, Хаттаба, ну, всяких идеологов исламского терроризма, что они хотели, а, мстить за провалы дагестанской операции, и, б, запугать российское руководство взрывами жилых домов, чтобы оно не посмело, ну, полномасштабно задавить чеченский сепаратизм. Но то, что были группы боевиков, террористов, не важно, как их назвать, да, сейчас, которые готовы были к такого рода операциям, именно вот в тот период, и тем более потом, во время Второй Чеченской войны, как это называемой, я не сомневаюсь. Сейчас, спустя 21 год, как ты объясняешь себе, что произошло в Рязани в сентябре 99-го? Ты хочешь спросить, был ли это теракт, устроенный силами ФСБ? Я хочу спросить, что ты думаешь, твоя версия событий. Давай вместе ответим на этот вопрос. Вот тогда, может быть, мы с тобой об этом не думали. По крайней мере, мы эту мысль отбрасывали. Мы, пользуясь какой-то собственной логикой, анализируя события того времени, говорили, такого быть не может, да? Не хочется в это верить. А вот сейчас, спустя 20 лет, после Крыма, после Донецка, после Скрипалей, после Навального, после сбитого Боинга, какой ответ? Может такое быть? Скорее, да, чем нет. То есть, довод о том, что это 99-й год, когда ФСБ совсем еще не то, и всего того, что ты сейчас перечислил, еще и в помине не было, не работает, на твой взгляд? Леша, а КГБ 37-го года и ФСБ 99-го отличается? Скажи мне. Ну, если ты спрашиваешь меня, мне кажется, что все-таки да. А мне кажется, что все-таки нет. Установочные одинаковые. Вы считаете, что все нормально в России. Ничего не случится. И в то же время, я буду списывать какие-то ключевые вещи, которые не описаны, которые не говорили. Окей, 25 лет назад, более чем 25 лет назад, в квартале года, Борис Йелсен начался первой Чехии войны. Я имею в виду, эта война affected Россия, весь пост-Советский space, и в сфере Европей. Я имею в виду, где-то в книге, даже в классике, в классике русский литературе. Это все было обе срока, обе срока, обе срока, обе срока, и все-таки, и все-таки. Вся-то, где-то, Вся-то, обе срока. Все, что мы срока, сейчас, Это начало в России, в Чехии. Чехии. Чехия, это очень важный роль в этой книге. Ты говорила, что вы делаете? Я имею в виду, но я имею в виду, потому что, now when people are witnessing these law enforcement officers who are wearing the masks and they are asking themselves where they come from on the streets of Moscow it looks like they're from Mars or it looks like they're insects no they're not insects they're not from Mars for 25 years they operated in Chechnya in the same mode they were all raised on this war but nobody wanted to know this nobody wanted to even mention this because if you will see the agenda of the Russian opposition you will not see the demand for the tribunal for those who committed the crimes during the Chechen war they will speak only about the corruption but it's a moral corruption not just financial corruption and it's a murder not the stealing the money for the Putin's parents it's more serious things behind and actually when I was reading the reports on Salisbury I spotted that one of the probable assassins yes he has a military background in Chechnya and I said okay it's clear it's clear they are all from this from this black hole group of members of the FSB направленные вами для командировку для работы под прикрытием правительства на первом этапе со своими задачами справляется что никто в России никто в России никакой второй чеченской войны не хотел я просто рассказываю атмосферу тех дней сентября 1999 года мы обсуждали между собой и как бы вывод был такой что если в этом замешаны спецслужбы то надо ждать пока они обязательно попадутся и вот тут ты просыпаешься утром 23 сентября 99 года и отключаешь новости по телевизору тогда не было такого интернета еще в доме и так далее и ты видишь что вот они зайчики новость утра что в Рязани поймали такие да и вот ты приходишь и начинаешь переглядываться с коллегами что типа они таки попались да они таки попались и это не было так что мы вот думали что это ваххабиты а вот вдруг узнали и вдруг там что-то не то мы ждали этой новости мы ждали этой новости это была сразу одна из версий вот вы посмотрите под таким углом потому что там начинается конспирология там все я сейчас отдельно про конспирологию два слова скажу но я просто передаю вам наше ощущение того времени изнутри правительства мы ждали того что такая новость придет более того Продолжение следует... At some point, because everything eventually leaks, at some point that will come out. But for the moment, I don't think there's any question that there's a massive balance of probabilities is that this was indeed a state-run or state agencies-run terror campaign. Don, what about you? I mean, are you convinced as well? Because I just really want to establish, if we're going to proceed from the notion that this was an inside job, I basically want to establish that we're all on the same page. I'm convinced, as I think Mark said. Circumstantial evidence holds up in a court of law, too, even without a smoking gun. And the evidence is indeed overwhelming. Absolutely.